Телеканал КРТ представляет Добрый день, дорогие товарищи! С вами Михаил Александр Кананович и наш Левый Взгляд. Знаете, хочу сказать вам такую вещь, особенно белорусам. Я это буду повторять каждый эфир и каждый эфир напоминать. Скоро выборы президента Республики Беларусь и вы прекрасно видите, что там происходит. А тот, кто думает, что нас это не касается, нас все касается. Это наши ближайшие соседи, это наши братья, наш братский народ. Вот я, например, этнический белорус, руководитель белорусской общины Волынской области. Живу на Украине, мой родной язык русский. Видите, как все сплетено. И мы не можем стоять в стороне таких событий, судьбоносных, можно сказать. И вот хочу обратиться к своим землякам. Через интернет, в ютубе все равно белорусский зритель нас смотрит, и мы это уже знаем, к нам уже и обращаются. Вот земляки, хочу обратиться именно гражданам Белоруссии и всем белорусам, живущим за пределами республики. Нам нужно всем сейчас сгруппироваться, понять, мы один народ. Мы должны поддержать Александра Григорьевича Лукашенко на пост президента. Это вопрос не хотения меня, или Саши, или какого-то другого, третьего, пятого человека. Для нас, белорусов, это вопрос выживания, выживания нашего народа, нашей идентичности и нашего... Как этноса. Как этноса, и нашего государства. Вот что мы хотим донести и поддержать. Вы смотрите, вот сестры, певцы, как и певуньи, сестры Груздевы, они обратились и поддержали официально на своей странице, публично, кандидатов президента Лукашенко. Смотрите, какая травля пошла. Что они обращаются к белорусам, не надо нас травить. Мы такие же белорусы, мы братья, мы сестры, не нужно этой агрессии. Так вот, я и сестрам Груздевым хочу сказать, обратиться, и ко всем белорусам, те, которые поддерживают Александра Григорьевича Лукашенко на пост президента. Нет никакой агрессии ни в интернете, ни вообще от белорусов самих. Это все агрессии, особенно в Facebook, в других... Боты. Да, в других мессенджерах. Это все бота-фермы, которые находятся в Польше и Прибалтике. Это все по украинской схеме. И кураторы США. Кураторы-заказчики, это запады и американские спецслужбы. Так что вы, дорогие, не обращайте внимания, это не белорусский народ, вам пишут гадости, угрозы и пакости. Это все бота-фермы, работающие, еще раз подчеркиваю, в Польше, в Прибалтике и на Украине. Они хотят участь белорусам, участь Украины. И народ должен это осознавать. Ты понимаешь, вот какие есть... Вот любой прагматичный человек, он должен соображать, какие есть издержки. Вот, допустим, помнишь, как китайцы дали оценку Мао Цзэдуну? 60% хорошего и 40% плохого. Вот точно так же можно такую же, допустим... Да, но хорошего больше. Конечно, больше. Вот так же и в Белоруссии. К Лукашенко много вопросов. Но у Лукашенко есть один самый главный козырь. Это доверие белорусского народа. И он это все увидит. Да, и весь мир это увидит. Во-первых, Лукашенко бессеребренник. То, чего нету на постсоветском пространстве, или оно очень в маленьком присутствии. Он бессеребренник. Большие бы хоть долларские службы США уже воняли. Он потрет своей родины. Еще раз говорю, даже если, вот на мой взгляд, мой субъективный взгляд, у Лукашенко 70% хорошего, а 30% не очень хорошего. Неплохого, а не очень хорошего. Ну так 70%, в эти 70% входит территориальная целостность Белоруссии и спокойствие Белоруссии. И социальное государство. Образование бесплатное. Мы, как граждане Украины, во время вот этой пандемии с коронавирусом, мы поняли, что такое, еще раз поняли, что такое социальное государство. Когда у меня, вот мой случай, дорогие товарищи, хочу озвучить. Звоню на скорую, там, семейному врачу, они меня переключили. Температура 38. Кругом паника по поводу пандемии. Я не знаю у меня, коронавирус или обыкновенное ОРВ. Я звоню, и мне что сказали? Будет 39... 39... Будешь умирать, обращайся, но уже будет поздно. Будет 39 и выше, тогда обращайся. Умирай дома. Ну, и меня отшили в прямом и переносном смысле слова. Когда я сказал, можно ли мне сделать тест на коронавирус, у нас такой процедуры нет. Я узнавал, платная процедура, это 1700 гривен. 1700 гривен. Дать один анализ больше 2000. Да. Это вот на подтверждение ПЦР. А у белорусов все это бесплатно. Поэтому и карантинные меры у белорусов прошли, ну, грубо говоря, как по экономике не ударило. И люди... Ну, по крайней мере, не так, как у нас. И люди не оказались в нищете. У нас люди в вопиющей нищете оказались. В общем, дорогие земляки, дорогие белорусы, да и вообще все здравомысляющие люди, давайте поддержим Александра Григорьевича Лукашенко на выборах. Каждый на своем участке фронта. Кто в интернете, кто в беседе, кто еще с самим белорусом проголосовать за Лукашенко. Не повторяйте наши ошибки. Не повторяйте ошибки граждан Украины. Если проголосуете за прозападного кандидата, запомните, вот запомните мои слова, что будет. Это мы предупреждали в 2014 году. Гражданская война, кровь, нищета и горе. Все, что вы пожнете, поддерживая прозападных кандидатов. Стоит оно этого? Стоит ли действительно оно этого? Там какой-то Баба Рико, Баба Рико или Бабай Рико. Это все, знаете, анекдотичные. Но не может миллиардер быть другом рабочего и крестьянина. И еще, знаете, в шутку, я не зря сказал, Бабай Рико или Баба Рико. Все шутят хи-хи-ха-ха. С Порошенко тоже смеялись. Добрый кондитер, пухленький, улыбается. Посмотрите, в крови утопил полстраны. Так что тоже будьте бдительны. И в развитии этой темы, так как мы все, грубо говоря, все соседи, славяне, по поводу Польши, выбора Польши, мы на прошлой передаче обсуждали это, что Дуда победил. И правильно Миша тогда сказал, это, грубо говоря, они упражнялись, кто больше русофоб, или тот, или другой победил, больше русофоб. Что это значит? Из двух правых выбирали правейшего. Да, что это значит для нас? Для нас это плохо, я считаю. Потому что Дуда и Трамп хотят, кто бы ни пришел, Трамп или Байден, неважно. Соединенные Штаты хотят пододвинуть инфраструктуру НАТО к Москве, грубо говоря, к границам Российской Федерации. На Украине их госпереворот не привел к желаемым результатам. На Украину они не могут ввести сюда базы НАТО по одной простой причине, народ против. Так или иначе, они могут прикрываться разными формулярами, но народ против, и они не достигли желаемой цели. Значит, и вы же видите, у американцев фокус уже сместился с Украины, сместился в сторону Польши. Будут качать через Польшу. Да, будут качать через Польшу. И проект антигерман. Они попытаются пододвинуть инфраструктуру НАТО. Что это будет означать? Русские будут пытаться, пусть это никого не удивляет. Это то же самое, как в конце 30-х годов с Финляндией. Русские, хочешь не хочешь, они будут двигать свою инфраструктуру. Отвечать на вызов. Да, будут двигать свою инфраструктуру навстречу тогда германской, как в Финляндии, советско-финская война. И они будут двигать свою инфраструктуру к Польше. А кто на путь инфраструктуры НАТОвской и Русской? Украина и Беларусь. Вот поэтому мы всегда, коммунисты, мы призывали товарищей, давайте оставаться внеблоковыми странами, чтобы не идти в этот геополитический замес. Как Финляндия сейчас или Австрия. Плохо, хорошо, перипетии, но Финляндия островок благополучия. А мы, что в 2014 году, пока на Украине был внеблоковый статус, у нас не было ни гражданской войны, не было ни территориальных потерь, не было ни конфронтации в гражданском обществе. Вот что получилось. И продолжая к Польше, продолжая к Польше, конфронтация будет нарастать. Конфронтация будет нарастать. И вы это все увидите. И когда американцы сместили фокус, вы не обратили внимания, когда опрокинулся этот пшиком, закончился Томас, украинский народ не сдал православной веры. Не отказался. Не отказался. И почему американцы сделали ставку сейчас на Польшу? Потому что там католики. Сейчас будут раскачивать через греко-католиков, сейчас братья будут, обниматься, увидите, что сейчас. То же самое и касается Польши. В Беларуси, извините. В Беларуси 25% католиков. Вот это поле для игры. Да найдут. Американцы найдут, как рассорить. Понимаете, мы всегда выступали, мы с Мишей всегда выступали, политика отдельно, вера отдельно, потому что это свобода совести, выбор каждого человека. Но мы можем с Мишей, сколько хочешь заявлять, что это выбор каждого человека, политики, а особенно западные политики, они будут играть на чувствах верующих. Конечно. Игнорировать это, это глупый человек только будет говорить. Вот вы коммунисты, что вам та вера православная? Это глупые восклицания. Я сразу говорю. И мы с Мишей говорим о том, что будут играть на чувствах верующих не потому, что мы как-то хотим кого-то столкнуть. Нас часто парохоботы и националисты упрекают, что мы типа вносим какой-то раздрай. Нет. Мы для упреждения. Кто осведомлен, тот вооружен. Будьте бдительны, товарищи, будьте бдительны. Карту веры не идите на поводу. И вот давайте уже коснулись такой щепетильной темы, как религия. Я вам скажу так. Я могу быть атеистом. Могу быть кем угодно. Это как бы мой выбор. Мой выбор дело каждого. Но запомните еще одно, знаете, что православие это наша восточнославянская цивилизация. Если хотите, это часть нашей культуры. Огромный пласт. Сколько у нас музеев, сколько у нас соборов, святынь, храмов завязаны на православии. Это часть нашей жизни. Это часть жизни нашего народа. Как это можно игнорировать? Смотрите, что сейчас происходит. Хочу коснуться и Святой Софии, и Турции в частности. Мое мнение такое. Турция играет какую-то сейчас непонятную игру. Очень непонятную. Она от чего-то... Пока непонятная. Да, пока. Но мы скоро это все узнаем. Я просто связываю и перевод Святой Софии в мечеть, и обострение между Арменией и Азербайджаном, что в Ливии сейчас активизировались турецкие войска. Турки сейчас помогают... Ливия разделена фактически. И помогает Сараджу. До того, допомогались, что уже Египет вводит войска на территорию. С одной стороны Турция, с другой стороны Египет. Что сейчас там получится, непонятно. В Сирии Дерезор тоже не уходят оттуда. Вошли самолично на территорию Сирии. На территорию Ирака Северного. Вы представляете, вторгаются в суверенные государства. Ливия, Сирия, Ирак. Что это такое? Еще мы... Нам предстоит это еще потом все разобрать. Но я думаю, в скором будущем мы это все увидим. Дальше. Почему эскалация на Донбассе сейчас? Вы видите, опять трупы, опять начинают стрелять. И вот смотрю украинские новости, там показывают, вот там убылы там того, там убылы того. А там что, не убивают? Вы посмотрите новости с той стороны. Это простые граждане, если хотите, Украины. Это же наши украинцы, жители Донецкой и Луганской области. Вы на лица их посмотрите. Ребятишки. Но они только считают, что это трупы с обоих сторон. К чему я это веду? Проголосовали. Видите, все оно взаимосвязано. В политике так не бывает отрывисто. Проголосовала сегодня Верховная Зрада Украины, что выборы будут 25-го октября. Местные выборы будут 25-го числа. Но их не будет на территории Донецкой и Луганской областей. И в ДНР, и ЛНР. Это что такое? Это я вам скажу, что Украина выходит официально. Хотите официально, неофициально. Она выходит из Минских соглашений. Это фактически денонсация. Да, вот что это значит. Она не выполняла Минские соглашения, не выполняет и не собирается. Это плевок в лицо Германии, Франции, нормандской четверки. Это плевок в лицо Украины. Те, кто голосовал за Зеленского. 73%. 73%. Вот до чего мы, дорогие наши сограждане, доголосовались. Вот все, чем закончилось. И вот это ответ, сегодняшний наш ответ тем, кто нас упрекал, что мы не голосовали за Зеленского. Да. Какая вам разница? Мы это говорили в эфирах тысячу раз. Какая разница нам, что Порошенко, что Зеленский? Пока политики просто говорили, что Минск не соответствует желаниям украинской власти, это было одно. Но когда Верховная Рада приняла закон, игнорируя подпись самого же Зеленского в Париже. Правильно, Миша? В Париже сам Зеленский, он мог наговорить на Париже. Зеленский нагнетал. Это же Зеленский нагнетал. Давайте, давайте, давайте. Мы сейчас как прорвем. Сивоху сдал. Донбасс сдал. Украинских граждан сдал. Деда сдал. О чем мы говорим? Родного деда предал, грубо говоря. Ночью как босяк там цветы возлагал. Знаете, я еще хочу как бы задаться вопросом. Вкратце, потому что те много, нужно идти вперед. У меня вот, знаете, вот, ну не знаю, как это даже сформулировать. У меня вопрос. Вот сам себе задаю и вам задам вопрос. Как этнические евреи могут поддерживать украинских националистов, откровенных нацистов? Ну, понимаете, ну, где-то нестыковка, что-то где-то связь времен разорвана, логика и всего. У меня лично, как я люблю говорить, у меня плавятся микросхемы. Да, жертвы, жертвы финансируют своих палачей. Ну, чем все это заканчивалось в истории, мы же прекрасно знаем. И, так, плавно переходим к теме, хочу, за образование. Вот это вот тоже тема очень важная для нас, вообще для нашей страны. Там некоторые чиновники заявляют о дистанционном образовании на Украине с 1 сентября. Детки не пойдут в школу, будут дистанционно. Но это все прекрасно понимают, это дебилизация общества. Вот у меня, у самого дочки 11 лет, вот эти вот ведут онлайн-уроки. Я вам скажу, вот эти оценки, что получили, особенно дети средних и младших классов в табелях, это не их оценки, это оценки родителей. Это родители, за них все равно, ну, школа это дисциплина, дисциплинирует урок. Самостоятельность какая-то. Это дисциплина. А, ну, дом есть дом, что говорить, что говорить. И вот, и родители привлекают к этому. Ну, все, что из этих детей будет? Ну, поверьте, мы же не глупые люди все, и сами можем проанализировать, ничего не будет. Дальше, что хочу коснуться. Наш, Саша, родной Волынский национальный университет в городе Луцке, который находится, это бывший Луцкий пединститут. Я в нем учился, мы и в аспирантуре там учились, пока нас по политическим соображениям не уволили. Или с формулировкой «Ныська моральная и тычна поводинка». Так, дорогие зрители, вы поймите, через суд нас не уволили. Они не смогли нас даже через суд. Не уволили нас ни через суд, ни по учебе. Уволили, просто уволили, вы нам не нравитесь. Вот какая демократия сейчас на Украине. Как они сказали на суде, как человек может учиться в аспирантуре за державный кошт с такой точкой зрения. А с какой точкой зрения? Нет, так, державный кошт, а мы не платим налоги, это не мой державный кошт. И то же самое, вот я хочу и руководству Волынского национального университета сказать, и всем этим отморозкам, что бегают с молотками инакомыслящих и сбивают, не подменяйте собой СБУ, прокуратуру и органы МВД. Если есть за кем-то какая-то вина, сами разберутся и без вас. Столпа не должна управлять. Мы подали в суд, нас незаконно уволили из аспирантуры, мы выиграли суд. На апелляцию пришли отморозки, в прямом смысле этого слова, дерьма наколотили в ведрах, и судей сказали, мы сейчас вас унизим, побливаем этим дерьмом, и вы работать не будете. Вот чем это все завершилось. Мы проиграли апелляцию, подали в Верховный суд. Пять лет Верховный суд рассматривает наше дело, не может рассмотреть. Утопили дело. Даже не назначили еще. Да, даже еще рассмотрение не назначили. Что они хотят этим показать? Затянули дело. Если бы мы даже взяли решение суда, нам не нравится которое, мы подали в суд по правам человека, 100% выигрышное дело. Один в один схема по запрету Компартии. Да. Из Компартии, вот мы были 7 числа на судебном заседании, переносят. Четыре судьи взяли самоотвод. Это наше дело по Компартии, это как горячая картошка. Они друг другу перебрасывают и боятся принять решение. Чтобы судьбу Киреева. Да, они же прекрасно понимают, за все нужно будет отвечать. А мы все равно добьемся и подадим и в суд по правам человека, и отсудим и должности, и вернемся в аспирантуру. Еще и нам зарплату заплатят за все эти 5 лет. А все те, кто принимал решение, незаконное, все еще будут отвечать. В том числе и ректор, правильно говорят люди, вор, самый настоящий и все остальное. Знаете, что мне отрадно, очень отрадно. Когда голосовали на кафедре философии нас исключать, они победили с перевесом в один голос. Это есть, даже вы представляете, 15-й год, эти фашистующие молодчики ходят и с перевесом в один голос. Понимаете, это настолько тронуло за душу, что люди не побоялись проголосовать по совести. Профессора. Да, которым есть что терять. Кстати, студентская рада, так называемый университет, тоже не подписала это. Потому что студенты, как бы там, знаете, есть еще люди, более-менее мозги те, которые... Демократы, демократичного мышления включают. Они сказали, мы боролись с Януковичем против такого, как мы Канановича и увольняем, грубо говоря, без суда и следствия. Вот что творится на Украине. И это еще один пример, что у нас бестолковая молодежь, говорят, неправда. Молодежь умная, умная и демократичная. А то, что молодежь была на Майдане, так молодежь это же... Так мы виноваты. Да, молодежь чистый лист. Что напишешь, то и останется. Если молодежи все время писать по всем каналам, совок, все плохо, гулаги, взятки и все. А почему молодежи не объясняют? Сыночек, мы живем в квартире, советская власть дала. Сыночек, в университет какой ты ходишь? Сыночек, в метро ты спускаешься, это все советская власть. Электричество, это все советская власть. Дороги, города, это все советская власть. И не скажут, что, сыночек, посмотри, патриотичные ролики, которые крутятся на украинском канале, они вкрутят червону руту, написанную при советской власти. А гим Киева? Ну, гим Киева, як тебе на любые такие вы имеете. И еще что хочу подчеркнуть. На всем советском. И показывают стадионы. Покажите мне хоть один стадион, построенный в несоветское время. Или завод, или Мрию. Вот этот, это же при советской власти был построен. Почему этого не говорят? И те, кто, что хочу подчеркнуть, те, кто говорит, в Беларуси тоталитарный режим, у нас на Украине демократия. Вот, я вам хочу, вот на нашем примере, людей уволили с работы и с учебы по политическим мотивам. Это что, демократия? Вот вам, пожалуйста, украинская демократия. И к чему я еще веду ВНУ, Волынский национальный университет. Бывший, подчеркиваю, пединститут будет готовить врачей. Как вам? Это вообще нонсенс. Это, вы знаете, весь мир сошел с ума. Опомнитесь, люди, опомнитесь. Плати деньги, и мы наклепаем хош врачей, хош сварщиков, хош филологов, хош математиков, хош философов. Вот, знаете, скоро будет факультет, я вам скажу какой. Врачи будут, скоро откроет факультет высшее образование, специалист по сбору клубники в Польше, специалист по дранью унитазов в Италии. И все будут приезжать с купленными дипломами в Италию и говорят, да я пять роков учился, я могу так толет и драет, что никто так не подрает. Вот до чего мы дошли, это позор. Вы, уважаемые телезрители, я попрошу наших режиссеров просто в конце передачи вставить ролик, как наши граждане пересекают границу с Польшей. С этими сумками, этими рябами. Как это унизительно. Как это унизительно, вы понимаете? Можно спевать гимн, приклавший руку до сердца, декоративно, как в тюзе. Но вы, пусть режиссеры, попрошу, ребята, поставьте этот ролик в конце нашей передачи. Я, вы понимаете, мне плакать хочется. Мне хочется плакать. И еще, что вот даже касается, что Саша коснулся выборов Польши, и что сейчас будет наступление польских националистов на нашу страну, вы увидите. Смотрите, к чему еще вот, коснусь буквально минуту, к чему это все ведет. Почему происходит, вы не задумались, дискредитация власти? Вот уже вот сколько лет, сначала там потеряли Крым, потом Донбасс, и потом дискредитация власти, а государство разваливается по сути. И смотрите, президент-клоун, недоумок, президент-кондитер, вор, подлец, Верховная Рада, безработные фотографы, беременные неудачники, Верховная Рада, ничтожество. Все и премьер-министры и министры, ренегаты, варяги, наемники, грузины, прибалты, американцы, кого уважать? Армия, армии всегда всю жизнь доверяли больше всего, армия стреляет в свой народ, а есть хорошая пословица, армия стреляет по своему народу один раз, второй раз она уже стреляет по чужому народу, что в Донецке и Луганске произошло. Почему идет такая дискредитация? Знаете, а такое государство и не жалко, да кого там жалеть? Президент, клоун, Рада, недоумков, министры, ренегаты. Вот к чему это все идет. И почему говорят, что на юго-востоке сепаратисты? Да я вам скажу, что на западе Украины сепаратизма в 50 раз больше, и вы это все увидите. Я вам скажу только так ментально, коснусь. На юго-востоке жители все работали всегда на крупных предприятиях, поэтому там коллектив, интернациональный сплав. Чтобы продать продукцию, например, там Южмаш, высокотехнологичную, высокотехнологии, это нужно производство металлов, уголь, коксметалл, вот эта спайка, это нужно государственные программы, это конструкторские бюро, это надо институты готовить специалистов, для этого нужно государство. Ментальность больше на западной Украине, так называемый крестьянин одноусидный. Буряк и свиньи будут расти вне зависимости, кто в Киеве. Налоги никто по селам не платит, работы нет. Смотрите, он живет, свиньи, буряки, картошка, что продал, то твое. Налоги никто не платит, и от государства он не ждет ничего. Нужно ли ему это государство? Дорожит ли он? Дорожит ли он этим государством? Надо на Майдан, 500 гривен в день, 200 гривен в день. Почему бы не подзаработать? Сельскохозяйственные работы закончились, осенью поехал на Майдан, подзаработал. Ему все равно, Порошенко, Зеленский, ему, ну, без разницы, свиньи растут, буряки в погребе. Ему больше ничего не надо. Они не дорожат государством. Нас, коммунистов, пытались, пытались измазать в сепаратизме. Да, каждый школьник знает, что коммунисты всегда за сильную государственную власть. Мы, мы собрали с 17-го по 91-й, включая 54-й, когда Хрущев, Крым, мы, коммунисты, собрали эту Украину, то зачем же мы то, что с кровью и потом собирали, зачем же мы разваливали? Где логика? Понимаете? И прошло 6 лет, где хоть один коммунист, осужденный в тюрьме за сепаратизм? Нету. Все дела развалили. Все дела развалили. В том числе и по нам. 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 Том 4 статьи и 110, и 111, и 109, и 256, и 296. Да, 200, не помню. Уже их столько, что мы уже. Да, да. Понимаете, и все развалилось. Запомните раз и навсегда, никогда коммунист Украины не будет работать на развал своей родины. Никогда. Коммунист это государственник, державник. Мы собрали эту страну и мы ее поведем дальше, и не сомневайтесь. И кто еще хочу сказать, кто вам сказал националистам и всем, кто их поддерживает, что буржуазная националистическая Украина будет существовать в пределах УССР? Кто вам это сказал? Мы кричим об этом. Пал социалистический строй, и за ним посыпалась Украина, а ренегаты, наемники и все, кто финансируется Соросом и прозападными, признают, что у СССР преступная власть, коммунисты преступники, и все, что было сделано и подписано в момент СССР и УССР, никчемно и преступно, границы никчемны, политика преступна, значит, будь добр, отдай. Вот к чему эти законы о декоммунизации, вот к чему они. Декоммунизация вводится только для того, чтобы расчленить нашу Родину. И еще что самое главное хочу подчеркнуть. Судебное, суд над Компартией, это суд над народом Украины. Не забывайте это никогда. Это суд над самой Украиной. Так что, дорогие друзья, еще раз мы с Мишей повторяем и будем повторять. Украину может сшить только интернационализм. Тот, кто говорит, что одна нация, одна мова, один народ, оно будет. Але в яких кордонах? Почему они вам об этом не говорят? Они вас скукожат вот до такого расстояния. Вы посмотрите, Польша. Простой пример Польши. Польша когда-то владела территориями, что московское царство и мысли, помыслить не могло о таких территориях, как Ржач Посполита. Она воистину была от мужа до мужа. И когда они пошли по политике, одна мова, одна вира, один народ, во что Польша, Миша, превратилась? В маленькое пятно на карте. Мало того, еще и бесхребетное, еще и с комплексом неполноценности и внешнеуправляемое. И еще хочу вам напомнить, уважаемые товарищи, потому что нас смотрят товарищи, я считаю, и очень приятно. Вы помните, как Сейм Польши и Верховная Рада с Порубием во главе проголосовали, признав преступный акт Молотова-Робинтропа? Что сделал Порубий? Он воистину умственно неполноценный человек. Я вам скажу, да, это не то, что неполноценный, это нормальный урок. Что по пакту Молотова-Робинтропа? Опять же, любой школьник вам скажет, советская власть присоединила Западную Украину и Западную Беларусь, грубо говоря, соединила украинские и белорусские народы. Что в этом плохого? А Бессарабию не присоединили в 40-м году к Одесской области. Миша правильно говорит, она вообще никогда не была нашей. И в том числе Татарбунары, что они были наши когда-нибудь. И вот Порубий в прямом эфире признал полякам, что это не наши территории. И вы в дальнейшем можете претендовать на них. Мы не против. Оно не выстрелит сейчас. Но у поляков есть карт-бланш. Верховная Рада Украины признала присоединение фактически Западной Белоруссии и Западной Украины незаконной. И потом, когда поляки начнут претензии... А они начнут. А они рано или поздно начнут. Националисты в Польше у власти. И они скажут, вот, господа, Верховная Рада. Закончик-то есть? Да, закончик-то есть, все. И мы начнем бегать, ерзать. Вот к чему бездумная вот эта гонитва за декоммунизацией. Саша, она думная. Она думная. Это все... Не, ну, Порубий же, националист. Порубий делает то, что ему сказали хозяева. Бездумная – это на первый взгляд. Люди, которые не могут поверить, что происходит. Он четко выполняет задачи. Тарас Григорович Шевченко – это воистину народный поэт. И вы не обратили внимания, забыли за Лесю Украинку. Мы уже говорили в рамках передач. Но напомним. За Лесю Украинку, за Тараса Григоровича Шевченко, за Франка, за Котюбинского. Все позабывали. А что писал про Порубия, Порошенко и этих... И же с ними, националистов. Что он писал? За шмат гнило и ковбасы у вас хоть матер попросы, то отдасты. Еще хочу очень актуальную тему. Не хочу, а мы хотим актуальную тему. Поймать и развить. И затронуть. Это языковой вопрос. Много можно об этом рассуждать. Можно много об этом, как говорится, философствовать. Но давайте включим простой прагматизм. Вот простой прагматизм. Русский язык – это язык межнационального, международного общения. Вопрос у меня. Что плохого, если ваш ребенок будет знать украинский, русский и, допустим, английский? Или тот же китайский? Да знать можно много. Но родиться с этим языком – вот в чем уникальность. И вы посмотрите. Декларация о суверенитете. 30 лет недавно и было. И конституция. И конституция, и вообще предвыборная программа Кучмы, Кравчука, вы посмотрите. Янукович. Януковича. Что говорили? И что в тех программах? Пожалуйста, кому не лень, поднимите. Предвыборные программы Кравчука, Кучмы и остальных президентов. Что они говорили? Украинская держава опирается на два государства, образующих народа. Это украинский и русский. И пока так и было, пока на двух столпах была Украина. И Крым был. И Донбасс был. И все было. Все у нас было в прямом и переносном смысле. И самолетостроение, и ракетостроение, и судостроение. И техническая литература. Все у нас было. Как только американцы захотели нас поссорить, Запад, сразу они убрали второй столб. И у нас как появилось? Убрали столб. Вы можете стоять долго на одной ноге? Нет. Точно так же и государство. Из этой схемы убрали русский народ. Стали его всячески унижать, дискриминировать. Многие спрашивают, почему мы коммунисты, или мы с Мишей лично, почему мы не поддержали Майдан? Да мы бы его поддержали бы, если бы не одно «но». Русофобия. Они вышли на площадь и что начали кричать? Мы за богатую независимую Украину? Нет. Они начали кричать «Москалив на ножи, кто не скачет той москаль». Вопрос, как мы могли, этнические белорусы, поддержать Майдан, на котором кричат «кто не скачет той москаль». Вы понимаете, это нонсенс. Мы не могли даже в страшном сне такого придумать. Кто москалив на ножи, с такой идеологией, с такой философией нам не по пути однозначно. И посмотрите, постмайданная власть. Если ты вор, но ты кричишь «Смерть москалям» и вышиванки, то значит ты хороший парень, ты патриот. Это неправда. Это неправда. И никогда не может быть правдой. На Украине всегда будет тишина, спокойствие и благополучие, когда не будут кричать. «Москалив на ножи», «Жидив на ножи», «Инших национальностей», «Ромив на ножи». Это что такое? Да, кого бы то ни было. У нас государства интернациональные. И еще хочу объяснить тем русофобам, националистам и фашистам, которые фашисты, нацисты прикрываются национализмом. Хочу им еще последние, не последние, потому что им не доходит. Мы с Мишей им толдычим уже на протяжении многих лет. Даже по-другому надо. Не знаю. Мы им что толдычим. Вот вы коммунисты, проты Украины. Чей Крым? Да благодаря Крыму фракция Компартии была в Верховной Раде. Мы заинтересованы, чтобы Крым и Донбасс были. Это наше электоральное поле. Вы не обратили внимания, как только не стало Крыма Донбасса, коммунистов не стало в парламенте. Да, мы это не за этого. Нет, я имею в виду... Ты связать хочешь? Да, связать. Что мы... Я тебе, знаешь, может не соглашусь с тобой, потому что если бы они четко знали, что мы не попадем в парламент, нас бы не запретили. А если был бы Крым и Донбасс, запретили бы нас? Не запретили. Вот в этом ключе. Тогда, да. В этом ключе. Когда нас разгромили? Когда Крым убрали и Донбасс вывели из политической... Донбасс убрали украинские элиты. Это ни Россия не захватывала, ни какие-то сепаратисты. Украина отказалась в лице Порошенко, Турчинова, Авакова, отказалась от этих территорий. Нам же не надо лапшу на уши вешать. Мы же это все прекрасно видим. И знаете, что еще хочу сказать? Русский язык. Назовите мне страну в мире, вообще такую страну в мире, где большинство жителей страны русскоязычные, а русский не имеет статус государства. Это нонсенс. Это, представляете, в Германии бы немецкий язык объявили бы вне государственного статуса. А взяли бы там, например, какой-то или французский, или турецкий. Это в Османской империи только в 19 веке было. Ну, это сумасшествие, безумие и нонсенс. Весь Юго-Восток, все, назовите мне, украиноязычный город миллионеры. Его нет. Все города-миллионеры на Украине русскоязычные. Нравится это кому-то или нет? Это не то, что мы плохие так говорим. Или мы что-то нагнетаем, или мы что-то делаем. И некоторые говорят, националисты, вот в России нас много, чего в России нема украинской мовы. А я им отвечу, и публично всем отвечу. Если бы украинцы жили бы в регионе компактно, как в Чечне, допустим, чеченцы. В Чечне два языка. Вот вы говорите, в России диктатура, в Белоруссии диктатура, а в Белоруссии два государственных языка. А в России, на территории Чечни, чеченские русские, в Дагестане дагестанские русские. И дело производства можно на любом. А в некоторых регионах, таких как Крым, русский, крымско-татарский, украинский. И там нету первый язык, русский, второй, нету ни первого, ни второго, ни третьего позначения. Удобность. Три языка государственных. Ни первый, ни второй, ни третий, подчеркиваю. А три в обиходе. И еще, если бы в России жило бы столько украинцев, украиномовных граждан, как на Украине русскоязычных. 50 на 50. Да, это совсем другая разница, как говорят в Одессе. На Украине большинство русскоязычные, русский не имеет статус. Если бы в России, поверьте, если бы в России 60% Российской Федерации были украиноязычные, украинский язык имел бы статус. В любой стране мира имел бы статус. Даже в Мали, Тринидад и Табаго, Конго. В любой стране, кроме Украины. Это, ну, безумие. Это разве справедливо? Это не справедливо. И не справедливо, и мы будем драться за русский язык. Мы, коммунисты, я как гражданин Украины, мы будем до конца биться за русский язык. И мы добьемся. Я, можно сказать, это в предвыборной нашей программе Компартии есть. Компартия Украины боролась и будет бороться за русский язык. И мы добьемся, что русский язык будет иметь статус государства. Вы все это увидите. И еще хочу националистам, вот если будут смотреть, или там, допустим, национально озабоченные и остальные, опровергните меня. Вот скажите, Кононович лжец. Я был в архиве, в Волынском областном государственном архиве и поднял протоколы, решень Луцькой и Меськой Рады за 73-й, 74-й год, там, 5-й, неважно. Или Верховной Рады Украины. Или Верховной Рады. Опровергните мои слова. Скажите, Кононович лжец. Я утверждаю совершенно официально, что протоколы решений Луцкого городского совета велись на украинском языке. Идите в архив. Вход свободный. Я не знаю, какой там нужно сейчас небольшой взнос. Или помощники депутатов могут бесплатно идти. Идите и опровергните мои слова. Скажите, Кононович Брехун, депутаты в Луцькой и Меськой Рады заставляли российскую мову, там, стенограмму вести и все остальное. Опровергните мои слова. Вы не найдете такого. Потому что лично в архиве все протоколы были на украинском языке. А некоторые там аналитические записки или что, да, были на русском. Но никто, никто не ставил под сомнение решения Луцкого городского совета, то ли на русском, то ли на украинском языке. Или мы не будем тебя слушать, как визжат нацики в Верховной Зраде, что они визжат. Ты на русском, все, ты не имеешь права к визжат. Он народный избранник, его народ избрал. Он хоть на вьетнамском может говорить, лишь бы люди его понимали. Уважаемые граждане, мои дорогие наши соотечественники, за что мы выступаем? Вот мы коммунисты и мы с Михаилом в частности. Мы выступаем за то, что каждый человек имеет право самореализоваться в рамках закона. Да. Но того закона, который не ущемляет. Ну как меньшинство может ущемлять большинство? Вы понимаете, человек самореализовывался в рамках действующего законодательства, но закон должен быть справедливый. И самое главное, законом, вот эти законы про языки, украинизации, бандеризации, фашизации, нас уводят от одной простой темы. Мы с вами нищие. Мы с вами, граждане Украины, нищие. И нас убивают. И нас убивают, чтобы мы с вами не рассуждали о том, почему мы в нищете. Нам сразу дают, ребята, вы не группируйтесь вокруг идеи жить лучше, а вы группируйтесь насчет идеи ненавидьте друг друга, убивайте друг друга, проклинайте друг друга. Вот на этой базе. Мы будем воровать. Это старая римская технология. То, что Запад, как осколок римский, разделяй и властвуй. Видите, нас уже растащили. Ты западенец, ты с Донбасса, ты вообще, а мы с Мишей вообще не люди. Как мы вообще? Мы, может, и не имеем права на существование? Мы с Михаилом раз были на концерте, на концерте в детской школе, в средней образовательной школе. Мы были в шоке, что дети поют. Украинти, украинти, среди нас одни чужинти. Да. Какие чужинти? Вот мы с Мишей, мы граждане Украины, просто этнос другой. От этого мы что? Меншов артист не стали чужими? Например, нападки на евреев. Или нападки там еще на какие-то национальности. На ромов. Их вообще за людей не считают. Это разве в 21 веке возможно? Вообще национализм, мы в своих передачах не раз говорили, будем говорить. Он ущербен, потому что неконкурентно способен. Они не смотрят, что там у Кононовича может быть два высших образования в аспиратории учился. Нет, это ничего не надо. Он сепаратист, он подлец, он коммунист. Самая главная его вина, что он коммунист. Как он мог? Посмел? Коммунист еще и русскоязычный. Это все. Колпак срываем. Вот мы с Мишей Давича общались с владельцем лавки шаурмы. Да, кстати. Да. Узбек этнический. Да, этнический узбек. И задали ему вопрос. Почему вот в твоих точках работают узбеки? Ты их специально подтягиваешь или нет? Это чисто объективно. Чистая экономика. И чистая правда. Вот что Саша говорит, это знаете, это не хорошо или не плохо. Это так есть. Объективная реальность. И этот узбек нам сказал, понимаешь, когда приходит украинец, он даже сказал славянин. Это вот мы с вами, грубо говоря. Говорит, неделю отработал, хорошо. Вторую неделю отработал, хорошо. Зарплату получил, три дня не вышел. Почему? Ну вот то баба заболела, то дед, то такие дела, то дочку в поликлинику. Такие мы есть. Ну такие мы есть. И говорят, мы будем жить, вот некоторые на Майданах там бежали, орали. Мы будем жить как французы, мы будем жить как бельгийцы, мы будем жить как немцы. Спросите у любого зарубичана, который работал в Германии. Пахать надо. Он говорит, я лучше поеду в Италию или Польшу, только не в Германию. Там умираем. Мы не будем работать, у нас ментальность другая. Не надо обезьянничать, не надо. Они не понимают, что там выйти в туалет регламент. Да. Попить воды регламент. Да, все по карточке. Покушать регламент. И вот что этот узбек сказал. Он говорит, я набираю своих мусульман, они не пьют. И они как часы выходят. Во-вторых, те узбеки, ну это экономический, капиталистический строй так построят. Они живут на квартире, он им снимает квартиру. Ну, грубо говоря, как в казарме. Да. Как в казарме. И он просто говорит, если даже один-второй заболел, я из числа этого большого количества могу точки себе перекрыть. Экономически ему выгоднее с Узбекистана привезти сюда этого, чем нанимать местного. Вы понимаете? И вот почему многие там говорят, что типа, вот, наших не берут, а берут узбеков. Понаехали. Понаехали. Экономически каждый предприниматель, он прагмат. Он прагмат. Ему дешевле с Самарканда привезти сюда группу узбеков, которые будут эту делать шаурму. Вот потому такая картина за русский язык еще. Хочу сказать так. Расценивайте мои слова. Каждый поймет по-своему. Но я утверждал и буду утверждать. Чем больше русский язык на Украине будет ущемляться, чем меньше русского языка будет на Украине, тем меньше территории у Украины будет оставаться. Это почва для сепаратизма, это почва для народных волнений, это для спекуляций, это почва для гражданского противостояния в последующем и войны. Вот если бы у нас при власти были государственники, они бы никогда не пошли по пути расчленения, разделения общества. Они бы всегда шли по пути цементирования. Что может цементировать? Язык может, может, в том числе и русский. И украинский может цементировать, и русский. Вы знаете, что очень многие люди принципиально сейчас не говорят на русском. Но и очень многие люди принципиально не говорят на украинском. Я знаю людей, которые мы собирались еще до госпереворота 2014 года, пели украинские песни. Сейчас, может, это, знаете, очень грубовато сказано, но язык иногда не повернется, песню спеть. Или вот сидим и вот так вот думаем, а проводил ли кто-то аналитику? Вот проводили ли вы аналитику? Кто делал срез этих глубоких познаний нашего общества? А вы знаете, что для какого процента Украины форма украинской армии с этим трезубом приравнивается чуть ли не к фашистской свастике? Вот вы делали такой срез, я к власти обращаюсь. Объективный. Объективный, это не хорошо и не плохо, но это есть. Вот спросите, сделайте, может быть, даже какое-то тайное голосование, или для какого процента граждан нашей страны, граждан нашей страны, украинская форма, эти орлы эти, флаг, и все вот эти подразделения, которые есть в вооруженных силах Украины, которые сами себе наклепали эти названия и шевроны, для какого процента граждан Украины они приравниваются, ассоциируются даже, ассоциируются даже больше будет конкретнее, с нацистами, фашистами и карательными батальонами. А есть такие люди, их много, и какой процент, а если этот процент вывести в население, а может это 5 миллионов населения, а может это 7 миллионов населения, а может 3 миллиона более радикально настроены, но пока боятся, пока ждут, а чего ждут? А чем это ухнется через 10 лет? Это мина замедленного действия, если мы, украинцы, не научимся жить в одном доме, не введем русский статус государственного, не дадим регионам больше свободы власти, почему мы боимся слова федерализация? Почему это какое-то там, как, не знаю, как крамола какая-то звучит? Есть же разные уровни федерализации. Нет, там Россия федерация, Германия федерация, Соединенные Штаты, грубо говоря, федерация. Швейцария. Да много стран, и в том числе вы же обезьянничаете с Европы. Вот, пожалуйста, Европа тоже, федеративные страны, очень много, но я уже даже не знаю, спасет ли от расползания нашей страны федерализация, а может уже конфедерализация, актуально об этом. Это надо обсуждать, не стесняться и не бояться. Кто об этом говорит? Или там, вот мы уже тоже тысячу раз и в этой студии вообще на телеэфира говорили, давайте там по каким-то вопросам проведем референдум. Какой референдум? Какой референдум? Под дулами автоматов от Морозков, которых выводит Коломойский, Пинчук и Ахметов. Что, у нас демократия есть? У нас что, свободное волеизъявление? За компартию около 5 миллионов человек голосовало. Почему ее растоптали, запретили, ввели законы до коммунизации, пожигали офисы, тысячи людей избивались, подвергались всяческим унижениям, физическим расправам, публичным, публичным, повторяю. Это в назидание всем остальным. Почему это происходит в нашем обществе, в нашей стране? И почему нельзя, вот говорят, совок-совок тоталитарный, типа нельзя было свободно выражаться. А сейчас много поворожаешься свободно? Молотком по голове получишь и все. Просто предложил, ребят, давайте, смотрите, идет, полыхает конфликт на Донбассе, там бьют, убивают, там что-то происходит, там Крым уходит. Давайте обсудим, может быть, в рамках произошедшего в 2014 году, давайте обсудим, как жить по-новому. Ну, революция же прошла, значит, давайте что-то моделировать. Федерализация молотком по голове. Русский язык? Молотком по голове. Коммунист? Молотком по голове. Антифашист? Молотком по голове. Простой обывательский вопрос. Особенно это молодых касается, те парни, девушки, которые будут смотреть. Вы, когда выбираете себе пару, я вам даю 100%, тот, кто не закрученный, полностью с одной извилиной на Бандеровщине, никогда не обращает внимания, на каком языке парень или девушка говорит, на украинском или на русском. Ты, когда чувствуешь человека, искренне любишь, комфортно тебе. Почему люди живут вместе в государстве? Им комфортно жить, правильно? В семье, почему мама и папа, какая разница на каком-то языке говорит, комфортно двум людям жить. И вот не в языке дело, а дело в том, комфортно ли людям жить вместе. Почему нам до 14-го года всем было комфортно жить? Даже до 4-го года. До 4-го. До 4-го года. Почему нам было всем, почему мы за Тузлу, мы, русскоязычные, за Тузлу с возмущением стали стеной? Потому что в этом государстве нам стало комфортно жить. Почему в 14-м году крымчане сказали, мы уходим? Стало некомфортно жить. Почему 96%, 95% военнослужащих перешли на службу? Потому что некомфортно стало жить. Понимаете? И в песне слов не выбросишь. Жизнь человека заключается в инстинкт самосохранения. Где безопасно, где комфортно, туда человек и идет. Почему люди стали в великое переселение народов? Почему люди стали плыть через океаны? Стало некомфортно жить. И искали что-то новое. И инстинкт самосохранения через страх, через боязнь толкал людей преодолевать огромные стрессовые нагрузки ситуаций. Почему на Украине вдруг стало плохо жить? Почему мы 30 лет говорили на Украине, и вдруг в один прекрасный день молотком по голове ты не поважаешь? Мы говорят, понимаете, обратились украинские власти, режим Зеленского или Порошенко, я уже не помню. Порошенко. Да, еще Порошенко. Обратились в ООН, чтобы говорили не на Украине, а в Украине. Так официальный ответ Организации Объединенных Наций был таковым. В интернете везде может быть. В подтверждение наших слов мы попросим редакторов повесить, чтобы вы прочитали, сами убедились. Да, вот ответ был таким, что русский язык является один из языков ООН, и на Украине это является правильно говорить и писать на русском языке. Вот что ответили, шаг и мат, и не надо вы, или говорят больше к региональным, а я вам скажу, а вы в Кипр летите или на Кипр вы летите? И на Камчатке, и на Донбассе, и на Кавказе, и на Кипре. Вот, чтобы угомонились националисты, мы с Мишей по старинке говорим на Донбассе, на Украине. Конечно, грамотно говорить на русском языке, на Украине. Вот я пытаюсь, по крайней мере, говорить грамотно на русском языке. Никого не унижая, не обижая. Никого не унижая и не пытаясь. Я буду всегда говорить на Украине. И на Донбассе. И подчеркиваем, подчеркиваем, мы уже как бы подводим черту, если мы не научимся жить в мире, если мы, русский язык, не обретет статус государственного, законного своего статуса, не займет достойного места в нашем обществе и в нашей стране, будет сепаратизм, гражданское противостояние и гражданская война. То, чего мы не хотим. Субтитры создавал DimaTorzok